Благодаря объединению таких направлений, как детская онкология и гематология, была сформирована, по сути, новая система. Увеличено число мест в клиниках, усовершенствована диагностика заболеваний. В результате многие тяжело больные покинули разряд пациентов. А недавно случилось знаковое событие. В Национальном детском медицинском центре впервые в Узбекистане проведена аутологичная пересадка стволовых клеток. Самый эффективный способ лечения аутоиммунных онкологических гематологических заболеваний. Трансплантация костного мозга сложная, операция которую проводят только лучшие хирурги. Процедура вернула к жизни многих и подарила им второй шанс. Эти маленькие пациенты, которым врачи заново запустили организм, сейчас находятся под наблюдением врачей в специальных боксах детского национального медицинского центра. Поскольку в процессе трансплантации детям пересаживают новые клетки, после операции существует высокая вероятность кровотечения и инфекций. Именно поэтому мы организовали эти стерильные боксы. Кроме того, здесь контролируется их состояние. Сейчас они чувствуют себя хорошо. Появились новые клетки крови. Мы лечимся с 2022 года. Врачи сказали, что последний шанс – это трансплантация костного мозга. Подобная операция раньше не проводилась в Узбекистане. Когда мы приехали на обследование, нам сообщили, что этот метод внедряется в данном центре. И мы были очень рады. Ведь лечение за границей стоит больших денег. Мы очень благодарны за такую помощь. Мой сын в этом году пойдет в школу. Нет более счастливей матери, чем я. Мы в лаборатории центра. И именно здесь, после подготовки пациента к пересадке, проводится основная работа. То есть стволовые клетки пациента выделяются с помощью уникальных аппаратов и проводится подсчет их качества и количества. Таким образом, выполняются основные шаги к свершению этого чуда под названием пересадка стволовых клеток. Этот аппарат оптия спектра – аппарат афереза, который используется во всем мире для качественного сбора и качественного приготовления трансплантата, то есть аутотрансплантата или алатрансплантата для пациента. В настоящее время для обучения работает на этом аппарате находится двое специалистов за рубежом. И в скором времени они должны уже приехать и начать работу уже самостоятельно. И это не единственное оборудование, предоставляемое для уникальной операции. Этот аппарат нам предоставило государство для того, чтобы мы использовали в полном объеме для, в первую очередь, диагностики заболеваний острых ликозов или заболеваний крови. При помощи этого аппарата мы можем посчитать раковые клетки, определить вид раковых клеток. И в том числе можем мы узнать, насколько наше лечение помогло пациенту. Предпринимаются усилия увеличить эти операции до 70 в год, а затем и до 100, за счет увеличения количества специзоляторов. Также группа специалистов центра награждена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения Республики Узбекистан» за вклад во внедрение новых технологий лечения в карте хирургии, нейрохирургии, онкогематологии и в других областях, а также за мастерство выполнения уникальных хирургических операций. Определена и будущая цель врачей центра, внедривших такие высокотехнологичные операции, как радикальная коррекция сколиоза позвоночника, имплантация чипов маленьким пациентам с эпилепсией, трансплантация почек детям, наладить аллогенную трансплантацию и терапию стволовых клеток.